Затопленные дома и огороды, слетевшие крыши домов, широкие шаги нахлынувшего на приморье тайфуна Хайшен. Из-за капризов стихии 17 населенных пунктов оказались обесточены, без света остались около 6 тысяч человек. В муниципалитетах традиционно затопило дороги и придомовые участки. Местные власти ввели режим ЧС на некоторых территориях Уссурийского, Партизанского и Находкинского городских округов. Также режим действует в пограничном, Надеждинском, Шкотовском и Хасанском районах. Такое течение в середине, короче, блин, в 12 ехали в час, вообще все сухо было. Лужа тут же была, сейчас смотрите, что творится, вот оттуда, где деревья, прям в густах, короче, все вообще тянет. Озеро Солдацкое злилось, скоро и сюда выйдет вода. На данный момент в регионе ведутся восстановительные работы. Спасатели пытаются возобновить энергообеспечение, расчищают просеки для доступа к ЛЭП. Производится уборка снесенных ветром деревьев и веток. На некоторых затопленных территориях организованы лодочные переправы. Как отмечает губернатор Олег Кожмяка, первоочередной задачей является восстановить старые трансформаторы и провода, а затем подготовить их для капитального ремонта в следующем году. Мы видим, что большой вред причиняют деревья, вот, и линиям электропередачи, домам. Поэтому мы оставим эти группировки, которые сейчас находятся в населенных пунктах, еще как минимум на неделю, с тем, чтобы уже после прохождения тайфуна они занимались опиливанием этих старых деревьев. Такие ветровые нагрузки случаются часто. Главам непосредственно на местах тоже необходимо посмотреть по всем тем насаждениям, которые на сегодняшний день уже приходят в негодность. Теперь приморцы ожидают возвращения Хайшена. Дело в том, что нависая над северо-восточными провинциями Китая, он встретил антициклон и развернулся на юго-восток в направлении Приморского края. На этот раз под видом циклона. Начиная с 10 сентября в регионе опять пойдут дожди. Однако, как отмечают синоптики, серьезных проблем циклон не принесет, и ливни быстро сменит солнечная погода. Кирилл Самойлов, Новости на Восьмом.